Прежде чем совершить убийство Григория Распутина, недруги пытались уничтожить его духовно. Его обвиняли в холостовстве, колдовстве, пьянстве, развратном поведении, в том числе и с самой императрицей. Но Николай II не желал принимать во внимание никакие доводы, так как свято верил старцу и продолжал все государственные тайны обсуждать с ним. Впрочем, еще до того, в 1303 году, с самого появления Распутина в Санкт-Петербурге, началось его первое преследование со стороны церкви. В Тобольскую консисторию поступает донесение от местного священника Петра Остраумова, что Распутин странно ведет себя с женщинами, приезжающими к нему из самого Петербурга. Об их страстях, от которых он избавляет их в бане. После этого в Покровской был отправлен следователь, но ничего поручащего он и не обнаружил, и дело было сдано в архив. Однако многочисленные свидетельства все же подтверждают, с девицами легкого поведения и различными просительницами Григорий позволял себе все. Но даже уже после убийства Распутина специальная комиссия Временного правительства, весьма предвзятая, не нашла подтверждения роману между тобольским старцем и царской особой. Распутина специальная комиссия Временного правительства